Стартует вся Россия! Под таким слоганом 8 февраля в 72 регионах нашей страны прошла лыжня России. В Омской области главный старт массовой лыжной гонки состоялся на стадионе Аграрного университета. Дорогие амичи, приветствую вас на самом массовом спортивном празднике нашей страны. По масштабам ему нет равных ни в одной стране мира. Почти 40 лет каждый февраль вся Россия выходит на лыжню. И что приятно, на лыжню выходят как профессиональные спортсмены, так и любители спорта и любители активного отдыха. В этом году только в Омской области на лыжню в муниципальных районах и в Омске вышло более 8 тысяч мячей. А если говорить в целом о стране, то более полутора миллионов наших россиян. Я желаю вам всем хорошего старта и легкой лыжни. Итак, добрый путь! Глава региона вместе с супругой и сыном вышел на старт вип-гонки. Также в этом забеге приняли участие известные омские спортсмены, ветераны спорта и представители органов власти. Бежал я сегодня уже по-другому, потому что бежал с семьей, с сыном, с супругой. Конечно, уже подстраивался под темп сына. А так, конечно, настроение хорошее, погода просто божественная. Мне кажется, все, кто сегодня вышли, ребятишки и родители, все получили удовольствие. Параллельно упорную борьбу за медали вели самые маленькие участники этого спортивного праздника. Дошкалята преодолевали дистанцию 300 метров. Победу среди мальчиков одержал Михаил Шагаров. Давай, Миша! Миша! Миша, давай! А у девочек первый финишировала Татьяна Метелева. Поздравляем тебя с победой! Расскажи, первый год участвуешь в таких гонках? Или второй год? В прошлом году тоже победила? Да! Я там маленько падала. Но все равно как-то быстро встала и обогнала всех. Все у нас в высшем дистанции. Татьяна у нас на 300 метров. Старшая дочь Ксения у нас на 2 километра проехала уже. Пока Татьяну награждали, мы уже финишировали вместе. У нас, получается, свободная дистанция. По-моему, у девушек 5 километров, либо 10. Ну и папа у нас уже сейчас на дистанции находится. Для 10 километров уехал. Так что мы вместе все бегаем. Упорная борьба развернулась среди юношей на дистанции 5 километров. В мужском забеге вся призовая тройка подходила к финишу с минимальным отрывом друг от друга. Но первым пересечь черту в итоге удалось Николаю Кувакину. На повороте пришлось выходить, обгонять первого. Ну и дальше работать на оставшиеся силы. Наконец дистанции стало тяжело, но помогли лыжи, которые хорошо ехали. Спасибо большое тренеру, моему Махамбетову Евгению Кагировичу, за подготовленные лыжи. И за то, что он меня натренировал так хорошо. Самым массовым стал мужской старт на 10 километров. Здесь же проверить свои силы перед Кубком и Чемпионатом страны вышел известный омский биатлонист Игорь Малиновский. Ему удалось оторваться от соперников сразу со старта и финишировать с преимуществом в минуту. Тут достаточно серьезная дистанция, равнина. Я ее вообще не люблю. Одна равнина, бежишь и пашешь сам с собой. Одному сложно, хоть я работал для себя, мне надо прокачать свой организм. Естественно, в паре или в группе людей было бы лучше работать именно для себя, проработать свой организм. Так как для меня это проходящий старт, для следующих моих важных стартов, я относился к этому старту серьезно. И мне было бы лучше работать в конкуренции. В женском забеге хитрик получился у Надежды Степашкиной, которой удается удерживать лидерство на лыжне России третий год подряд. Начала я сразу быстро, отрывалась, но потом почувствовала то, что надо немного успокоиться и стала идти второй. Но на финише почувствовала силы и обограла соперница. На самом деле это очень тяжело, надо много тренироваться и верить в себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok